Праздник Сегодня Святая Церковь вчитает великий и радостный праздник введения в Храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник, как я уже сказал, радости праздник «Посвящение человека Богу». Так случилось 70 лет тому назад, я думаю, святое семейство отец Наум и мама Владыки Сергия Анастасия, они в нелегкое время дали миру своего возлюбленного сына, назвав его имя Борис. В честь первых мучеников наших князей Бориса и Глеба. Жизнь Владыки Сергия была отдалена от всяких мерзких событий. Он искал мудрости у Бога. Он общался с великими старцами, святителями. Он служил в некоторых городах. Впоследствии приходило время, чтобы поставить светильника на подсвечники, он возвращается в Свято-Успенскую и Почаевскую лавру, где принимает монашеский постриг с именем Сергий. По становлениям Священного Синода Украинской Православной Церкви он избирается епископом Тернопольским. Он здесь, получив высокий сан, сугубую благодать, беспокоится после советского времени созидание храмов, обучение пастырей, учение народа Божьего. И когда митрополит Кийский Филарет уклонился в ересь национализма и самостоятельности не в Боге, а от Бога, тогда святитель Сергий, нынешний представитель наш блаженнейший митрополит Тонуфрий и уже ныне покойный схиархиепископа Липий, они восстали на защиту Святого Православия. Много пришлось терпеть от своих и от чужих нареканий, порицаний, но они не слышали, что они говорят люди. Они слышали голос Божественной любви в своем сердце, они сохранив церковь для нас. Потому что в Украине часто обуревают страсти и пороки. то обновленцы, то раскольники, то протестанты всяких мастей, то еще какое-то непонимание, даже в человеческом понятии человек не знает, что ищет. Если ты ищешь спасение, ты всегда найдешь в Святой Церкви Христа, а не искать подобного себе Божка, что сделали возле горы Синая иудейский народ и поклонялись ему. Владыке Сергию выпала нелегкая часть жизни быть епископом Тернопольской, самой воинствующей против церкви епархии. Но промысел Божий так устроил, что Владыка сумел выкупить участок земли, построить пристанище для многих десятков тысяч верующих людей Западной Украины храм. Он воссоздал и монастырь один, второй, в него очень много духовных чад. Этот человек действительно служитель, пастырь Церкви Христовой. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Сергий. Мне, вашему младшему собрату, я, если вы не будете против, назову вашим другом. Я очень благодарен Богу, что имею возможность видеть святого человека, наслаждаться вашим тихим, молитвенным, кротким голосом, но проникающим в самые глубины души. Ваше каждое слово сказано, оно настолько тревожит душу, что временами просто не хочется выходить с храма, а хочется остаться в нем навсегда. Я, как игуменки его Печерской лавры с братьями, поздравляем вас с этим великим радостным праздником, потому что Рождество человека – это новая страница истории Церкви. зажигается на небе новая звезда, которая светит или падает просто с небосвода. Ваша звезда горит ярко. Ваша звезда освещает жизненно, освещает многим путь. Вы не живете для себя, вы живете для других. Я молю у Бога каждый день, чтобы Господь вас хранил для нас. Я видел, какие у вас синодики. Это 12 томов Великой Книги. Там миллионы человеческих душ. Там и живые, и умершие. И те, кто еще готовится стать христианином. И те, которые ищут путь, вы никого не отвергаете. Пускай всем милостивый Господь, дорогой Владыка, по молитвам Божьей Матери, которую вы очень чтите и любите, Почаевскую, Киево-Печерскую, они поддерживают ваши руки, поднимая к небу. Пускай они направляют и впредь ваши стопы к тому доброму стаду Христовому. Пускай ваш голос всегда звучит, никогда не перестает. Пускай стучит человеческое сердце, потому что вы призываете к покаянию и к любви, которой вы наполнены сами. Дорогой Владыка, с юбилеем! И вас, пускай Христос, хранит для нас на многое и благое лето. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok